Это доклад особенностей и сложностей трансплантации лёгких у пациентов с муковистидозом. Головинский Сергей Владимирович, Москва, Институт Шумакова. 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 с достаточно хорошими результатами. Что касается показаний, то мукоисцидоз входит в тройку лидеров среди нозологических показаний, то есть занимает третье место после легочного фиброза и хронической абсурдивной болезни легких. И 15% пациентов из всего пула пациентов, которые выполняются расплантацией легких, это пациенты именно с мукоисцидозом. Понятное дело, что абсолютному большинству пациентов с мукоисцидозом, учитывая инфекционный характер поражения легких, выполняется в основном двусторонней трансплантацией легких, однако есть небольшая категория больных, которым выполняется односторонней трансплантацией в силу тех или иных причин. Понятное дело, что поражение легких является главной причиной смерти пациентов с мукоисцидозом, как по данным нашего регистра, так и по данным международным, до 80% пациентов, умирающих с мукоисцидозом, умирают от профилегических осложнений. Поэтому понятно, что на этой стадии единственным методом спасения этих пациентов является трансплантация легких. Когда же следует говорить о том, что пациенту пора задуматься о трансплантации легких? Настоящий момент по данным рекомендациям международного общества трансплантации сердца легких выделяется как бы два показателя. Показатель, когда пациента нужно направить в трансплантационный центр по динамическим наблюдениям, и показания, когда его нужно поставить в место ожидания. На данном слайде приведены как раз те факторы, которые определяют необходимость направления пациента и обсуждение вопроса и возможности выполнения трансплантации легких, в котором относятся объемом форсированного выдоха меньше 30%, либо быстрое снижение показателей функций внешнего дыхания при проведении адекватной терапии или наличие у пациента инфекции холдерей ассипации, нет биброкулезных микобактерий, или наличие сахарного диабета, низкие показатели функциональных резервов, оцениваемые с 6-минутной ходьбы, наличие у пациента лёгочной артериальной гипертензии даже в условиях отсутствия артериальной гипоксимии, либо частые эпизоды обострения, требующие проведения неинвазивной вентиляции лёгких или частой госпитализации. Что касается показаний включения выезд ожидания, то обязательно у пациента должна быть хроническая дыхательная недостаточность, либо изолированная гипоксимия, либо отсочетание с гиперкопней, потребность длительной неинвазивной вентиляции лёгких, наличие лёгкой артериальной гипертензии, частой госпитализации, то есть больше и чаще, чем каждые 2-3 месяца, и быстрое снижение показателей функций внешнего дыхания. Что касается нашей страны, то трансплантация лёгких у нас в России, конечно, не так активно развита, как и в целом мире, однако сейчас уже можно чётко говорить о наличии стойкой тенденции, ежегодного выполнения количества операций и небольшого, но прироста этих операций, появления, надеюсь, новых центров, которые будут заниматься этим. Ну вот в настоящий момент представлены данные нашего регистра по трансплантации. В прошлом году было выполнено 25 трансплантаций лёгких. На слайде представлен опыт института, который представляет институт Шумакова, от трансплантации лёгких. В настоящий момент выполнено у нас в институте 43 трансплантации лёгких. Из них абсолютное большинство – это пациенты с мукостю дозом. Вот этот участок 12 пациентов, среди них в том числе был один ребёнок 12 лет. Молиброна Кубе Санкт-Петербурга. На слайде представлена информация о наших пациентах 12, которым была выполнена эксплантация лёгких. Жёлтым цветом выделен как раз ребёнок. В общем-то, из особенностей, которыми, собственно, и посвящён мой доклад, все они следуют из той информации, которая представлена на данном слайде. Так, абсолютное большинство пациентов находились с белково-энергетической недостаточностью, с хексией и требовали в предоперационной подготовке в виде коррекции интеллективного статуса. У нас, в общем-то, в этом плане разработаны технологии обстановки гастростом функционных и коррекции массы тела, что достаточно эффективно у абсолютного большинства пациентов было достигнуто. У пациентов после трансплантации лёгких почти у всех, за исключением двух в настоящий момент, гастростомы были не удалены, потому что, соответственно, после трансплантации у них нет, скажем так, того как токаболизма, который присутствует до, и коррекция массы тела с помощью ночной гипералиментации уже не требуется. Второй особенностью является то, что мы, в общем-то, не отказываем пациентам, имеющим хроническое инфицирование бухгалтерии ситуаций. И в настоящий момент, в общем-то, все пациенты, к счастью, живы. Никто не умер. В общем-то, не знаем уж, благодаря чему, но надеюсь, что благодаря нашим заслугам. Я об этом чуть позже скажу. В общем, то, о чём я говорил, это нутритивный статус. Много по этому поводу написано. В настоящий момент мы чётко придерживаемся правил о том, что если пациент поступает к нам с индексом масс-тела менее 16-ти, то мы либо предлагаем ему гастростому, либо отказываем ему в постановке в лист ожидания. Это произошло, скажем так, при принятии в абсолютной форме. После того, как мы полетили пациента, которые, в общем-то, так сказать, пошли у него на поводу с индексом масс-тела 16 с половиной, мы не поставили ему гастростому и на фоне фульминантного ухудшения мы забирали уже и стационарную трансплантацию с индексом масс-тела в районе 14-ти. В итоге он у нас чуть не помер. Общая суммарная продолжительность его госпитализации после трансплантации составила почти 100 дней. Он пережил 3 сепсиса и, в общем, так сказать, не благодаря, а вопреки выжил и выписался. В настоящий момент никаких разговоров в этом отношении не ведётся. Если индекс масс-тела меньше 16-ти, мы в обязательном порядке пациенту ставим гастростому и ждём, когда коррекция масс-тела будет достигнута, и только после этого ставим его в лист ожидания. В качестве индексации представлен пациент с нутротильным статусом. Вот так. Сейчас пациент это выглядит уже после трансплантации, в общем, чувствует себя замечательно, ходит в спортзал. Также особенностью и сложностью трансплантации лёгких пациентов с муковицидозом является баланс антибактериальной и муковицидозной терапии. Понятное дело, что трансплантация лёгких и трансплантация других жизненно важных органов сопряжена с необходимостью проведения иммунсупрессии у пациентов с муковицидозом, имеющих отдельный микробиологический пейзаж, у многих из которых антибиотическая резистентность, в общем, так сказать, открывает, как и говорит Санислав Александрович, безграничные возможности проведения антибактериальной терапии, обусловливает определённые особенности проведения иммунсупрессивной терапии, которые, в общем, имеют представление в литературных данных, однако мы используем несколько свой протокол, обуславливающий применение иммунсупрессантов в определённой последовательности. Ну, я не думаю, что стоит сейчас об этом говорить. Безусловно, мы используем весь спектр антибактериальных препаратов, как внутривенных, так и ингаляционных, в том числе и питерные применения, в том числе и впускаемся во всевозможные чашки, так сказать, последствия применения комбинаций препаратов, двойных кармокинемных препаратов, используем препараты off-label ингаляционных и так далее, но благодаря этому удаётся не получить инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде и в дальнейшем, в том числе. Особое значение это имеет у пациентов с бухолдой асипацией, скажем так, той находкой, которой мы пользуемся и используем для лечения пациентов, но в обязательном порядке в послеоперационном периоде после их стабилизации в состоянии, в качестве, скажем так, дополнительной помощи используем сеансы гиперболической оксигенации. В настоящий момент не могу ответить на вопрос, каков механизм действия гиперболической оксигенации, непоследственно ли он оказывает токсическое воздействие на бухолдой асипацию, или в целом активизируются какие-то репаративные и лимонологические механизмы защиты от микробов. Может быть, улучшается проникновение антибактериальных препаратов и усиливается их действие. В общем, безусловно, этим вопросом нужно заниматься как отдельным научным направлением, наверное, и не только в контексте трансплантации, а может быть, и вообще помощи пациентам, имеющих хроническое инфицирование в бухолдой асипации. Сложный момент – это, скажем так, трансплантационная помощь пациентам в критическом состоянии с критической дыхательной недостаточностью, у которых, по идее, имеется возможность в качестве масс-такт трансплантации использовать методы вспомогательного кровообращения и вспомогательной оксигенации, как, например, ЭКМО – веновенозная или веноартериальная. На данный конкретный момент мы не можем похвастаться каким-то большим опытом или эффективным использованием данной технологии для помощи этим пациентам, потому что это сопряжено с рядом сложностей и факторов, обуславливающих высокую кровоточивость пациентов и, в принципе, предрасположенность к развитию лёгочных кровотечений. На данном слайде представлена генограмма одной из пациентов в критическом состоянии, которая находилась в течение 10 дней на веноартериальном ЭКМО до трансплантации. У неё было прохудное лёгочное кровотечение, которое случилось, в общем-то, на третьи сутки применения ЭКМО. Единственным способом борьбы с этим прохудшением было то, что мы просто закрыли трахистамическую трубку для того, чтобы кровь, в общем-то, не выливалась, и она полностью жила за счёт работы, вспомогрательного метра прообращения и оксигенации. К несчастью, пациентка умерла после трансплантации, потому что это было сопряжено с массой проблем как интероперационно, так и в раннем послеоперационном периоде. Но, в целом, говоря о выживании пациентов после трансплантации лёгких, нужно сказать, что у пациентов с муковисцидозом демонстрируют, наверное, и лучшие результаты послеоперационной выживаемости, после трансплантации лёгких, медиана выживаемости пациентов с муковисцидозом достигает 10 лет. И вот на слайде, в общем-то, так сказать, стрелочками показано, что 10-летний промежуток после трансплантации переживает 50% больных, при том, что медиана выживаемости для пациентов с другими нозологическими формами составляет около 5-7 лет. результаты наши сопоставимы с результатами регистров Международного общества трансплантации сердца лёгких. Спасибо за внимание. Готовы петь на трансплантации и возможно ли трансплантация лёгких у ВИЧ-инфицированных пациентов в принципе? Разношение абсолютных противопоказаний, конечно, безусловно, есть. То есть трансплантация лёгких – это такой же хирургический метод, как и все другие, и, безусловно, к нему есть чётко определённые показания, о которых я говорил, и чётко определённые противопоказания. Каких-то специфических противопоказаний, характерных для больных с мукоистюрозом – нет. То есть это, скажем так, абсолютные противопоказания для любого пациента с любым заболеванием, которым нуждается трансплантация лёгких. К нему относятся наличие каких-то инфекционных осложнений, как, например, туберкулёз любой локализации, наличие гемотрансмиссивных инфекций, в частности ВИЧ-инфекция, это на территории нашей страны. Но, если говорить вообще в целом, то в настоящий момент в некоторых странах в мире выполняют трансплантацию лёгких, трансплантацию других жизненно-важных органов пациентам с ВИЧ-инфекцией. В том числе обсуждается вопрос использования у этих принципиентов органов, полученных в том числе от ВИЧ-инфицированных доноров. Имеются определённые особенности проведения иммунезупрессии у этих пациентов, но это, в общем, отдельная история, достаточно сложная. Вот. В отношении абсолютных противопоказаний туберкулёз – это онкологические заболевания или анамес онкологических заболеваний менее 5 лет ремиссии. Это для как раз пациентов с инфекциозом, может быть, это особо имеет значение наличие надёжной социальной, скажем так, поддержки пациента. Очень важно это для пациентов подросткового или детского возраста. Вот. Ну, то есть, наверное, основные противопоказания такие. Спасибо. Спасибо. Ещё вопросы? Пожалуйста. Профессор Хойбин. Спасибо большое за очень интересную лекцию. Вы сказали, что Вы используете гипербарическую оксигенацию. И сколько пара вы используете? Какое давление? Как долго? И повторяете ли Вы её? Спасибо большое. Да, безусловно. Мы используем повторяющиеся процедуры. Курс в течение не менее десяти сеансов. В плане давления – это полторы дополнительных атмосферы. Курс гипербарической оксигенации не менее 60 минут. Из них, соответственно, 20 минут – это изопрессия, то есть 40 минут изопрессия и 20 минут на, соответственно, введение пациента из атмосферы повышенного давления. Спасибо. Есть ли ещё вопросы? Вопросов нет. Сергей Владимирович, ну вот, выслушав Ваш доклад, можно сказать, задержав радостно. Спасибо. Сейчас перерыв. Мы абсолютно вложились и после перерыва интерактивные. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok